Педагог Светлана Чижова на конкурс представила работу своего сына и по совместительству ученика Артема. Мальчик мечтает, чтобы в Самаре появился парк космических аттракционов и изготовил макет, который покорил сердца жюри. Он увлекается конструированием и ему пришла в голову идея достопримечательности новой Самары. Это парк космических аттракционов. В этих аттракционах он использовал разные конструкторы для создания. Там есть аттракцион, погружаясь в который мы можем наблюдать взрыв метеоритов даже и бороздить космическое пространство. На заводе РКЦ «Прогресс» подвели итоги Всероссийского фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «Космофест». Он проходит с 2018 года. В этом году фестиваль приурочен к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина и 40-летию со дня выхода в космос Светланы Савицкой. У молодежи заинтересованность очень высока. Есть хорошие люди, ребята, перспективные ребята, которые нестандартно мыслят, которые действительно хотят свою судьбу в дальнейшем связать именно с постройкой ракет, спутников, развития этой инфраструктуры. Мы таких людей отслеживаем и стараемся, конечно же, бороться за них, чтобы они пришли работать в дальнейшем уже к нам. Этот конкурс чрезвычайно важный и интересный. Мы видим этот интерес со стороны образовательных учреждений Российской Федерации. В нем участвуют дети разных возрастов, от детского сада до старшеклассников 10-11 класса. Есть также номинации для учителей, которые непосредственно занимаются с детьми в детском саду, в школах, которые заняты в системе профориентации. В этом году на конкурс, который стартовал в феврале, работы представили более 8 тысяч участников. Это дошкольники и школьники из 40 регионов Российской Федерации. За победу боролись 3991 участник. Это крайне важно, прям с множеством воскресательных знаков хочется это подчеркнуть, потому что именно молодежь, именно дети – это наше будущее. И именно с этого возраста, вовлечения их в конкретное направление, ребенок все-таки должен сам выбрать потом. В этом во всем спектре IT-специальностей он должен выбрать сам, по своему характеру, по своему личностям, каким-то качествам, по интересам, чтобы самое главное сохранялось всегда на будущем мотивация. И данный фестиваль как раз и является неким олицетворением именно мотивации людей. В Самарской области по инициативе губернатора Дмитрия Азарова проводится целый ряд мероприятий для сплочения цифрового сообщества. В регионе реализуются такие федеральные проекты, как «Урок цифры», «День цифры», «Код будущего». В дальнейшем интерес детей к космической теме может привести их в профессию, связанную с инженерными, техническими и IT-специальностями. Все эти направления сегодня чрезвычайно важны для развития России.